Слова, как люди, рождаются, Живут и умирают, В них истина живет из века в век, Посылом Божьим Слово обладает, Как Словом, так и делом славен человек. Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». И сегодня наша передача посвящена Самарскому мастеру декоративно-прикладного творчества Прокофьеву и его служению во имя Бога и для людей. Дерево – материал, обласканный самой природой. И в нем есть удивительная тайна, Разгадать которую дано не каждому. Художнику, скульптору, режиссеру Александру Васильевичу это удалось. Ведь почему английские ученые Открытие сделали? Они поставили компьютерные датчики, Обидчик там умышленно-неумышленно сломал дерево и иву старинную. И через год они поставили, вот на следующую весну, когда цветение было, поставили датчики на дерево. И вот проходили люди, совершенно приборы не реагировали. А когда прошел вот этот вот обидчик, приборы зашкали. Это о чем говорит? Что дерево живое, оно абсолютно все видит и все знает. Я вот приезжаю на свои любимые места, меня деревья все узнают. Птицы даже прилетают, соловьи, они меня знают. Дерево, оно же музыкальное дерево, вы понимаете? Как скрипка. Оно издает звук. И оно веками, у нас наличники создают звук. Поет дерево. Ну я вот в разлив, особенно в разлив. А ну откуда-то плывут деревья, я их собираю, старинные, которые, они, ну, морятся. Дерево должно на море попасть ко мне. Оно вот там плывет, я собираю, потом вот это схую. В творчестве Александра Васильевича Прокофьева любовь к ремеслу тесно переплетена с его искренней верой в Господа и состраданием к ближнему. На протяжении 50 лет мастер вместе с авторами занимается реализацией духовно-просветительских проектов, большинство из которых связаны именно с искусством деревянной скульптуры. Был создан благотворительный театр здоровья для детей под названием «Изапело дерево». Со сказочными персонажами, сделанными своими же руками, художник посещал детей в медицинских учреждениях. Я когда выступал своими работами в «Овские зори», санаторий такой есть, и вот я, меня что поразило, шум в зале, вот идет шум какой-то, гром. Я думал, что это такое, бомберка что ли какая-то, или там что-то падает, крыша наверху. Зал большой, место 400, наверное. А это кровати везут. Детей, которые в кровати, они специально оборудованы такие, они со второго этажа сюда в зал привезли. Я вот прихожу туда к ребятам, ну, они обязательно в детский сад, или там, или глухие, или... Я им говорю, прежде чем, чтобы показать, я говорю, вот, вы знаете, вы бываете в лесу, вот плавает работа, ну, вы возьмите ее, зачем ее в костер бросать? Бросать ее нельзя, это же белочка. Какая белочка? Я говорю, вот такая белочка с хвостиком, белочка, красивая, сказочная белочка. Проведите рукой, слепой провел белочка. А это что? А это орешки, непростые, они меня ответят. Все скорлупки золотые! Или взять такой пример. Вот плавает, вы возьмите дощечку, а это вот, допустим, там тоже плавало. Отрежьте ушки у веточки, здесь хвостик сделайте. И что получился? Ослик. Ослик из Бременского музыканта, вот у него какие, он поет. Вот они общаются между собой. Ослик, Ослик и белочка. Вот берете вы веточку, веточку, простую веточку. А что это? Ой, говорит, змейка. А глазки-то, видите, какие, горят глазки. Это я что взял? Я взял у моей супруги, у нее ожерелье. Я оттуда взялся, она говорит, что-то камышков здесь нет. Я говорю, а камышки вот уже. Она говорит, да что-то вроде здесь там. Я говорю, ну там бронила где-то, у тебя много камышков, а вот здесь глазки. А это вот тоже плавало. Взяли вот, видите, кто-то, ежик. А здесь что? Листочек. И они перестали плакать в ожоганном центре. Такая игра – это еще и вразумление. Возможность научить добру, состраданию ко всему живому. Гладь это, листочек какой, я говорю, листочек, да. Какая змейка. А у меня еще есть зелененькое там, он хвостик раз. Я говорю, ну ты видишь, я хвостик-то сломал, у меня придет. А у меня там уже штырь металлический. Они ломают, я раз туда, и все. Пружинки у меня всякие, ломайте. А я сделаю. В общем, к чему я это говорю? К тому, что он говорит, Александр Васильевич, ну вы не расстраивайтесь, вырастет. Вот у меня в деревне хвостик возьмет у этого ящерица, а у него вырастает. Я говорю, ну вырастает. А если не вырастет, она что-то будет без хвоста? Поэтому ты за хвостик-то не дергай больше. А он говорит, нет, я больше дергать не буду. Сейчас Александр Васильевич ездить к больным детям не может. Здоровье уже не позволяет. Но очень надеется, что у него появятся последователи. Возьмут ежиков, змеек и других сказочных актеров театра и пойдут в стационары, дарить малышам радость, улыбки. А значит, пусть и маленький, но шанс на улучшение здоровья. В больнице должны быть не листочки пластмассовые, а должны быть святые настоящие в больницах. Уголки здоровья, оазис культуры и здоровья. Я вот эти уголки хотел сделать, но меня никто не подержал. Для того, чтобы уголок сделать, больницы, где нужны деньги. Я обращался, и сейчас обращаюсь. Помогите мне сделать в больницах уголок здоровья. Помогите до инвалидов сделать, у меня есть много работ. Есть еще один уникальный действующий проект, созданный силами Прокофьева. Называется он «Увидеть через прикосновение». Художник вырезает иконы из дерева для слепых и слабовидящих людей. Не на продажу, в дар. Его работа есть в больницах, интернатах, музеях не только Самары, но и Санкт-Петербурга, Москвы и даже на Святом Афоне и в Троице-Сергиевой лавре. В октябре 2010 года Александр Васильевич передал Самарскую часовню в честь митрополита московского Алексея икону этого святого. Копия образа хранится в галерее художника. Святитель помогает тем, кто верит в Бога, тем, кто живет нравственной жизнью, у кого нет зла, кто творит добрые дела. И дай Бог нам не забывать нашего небесного покровителя, молиться ему всегда и созидать храм своей души. Я получил благословение Владыки. Эта икона освящалась отцом Александром в храме Воскресения Господнего. Я торжественно передаю в руки отца Вениамина, которого почитаю, и думаю, этот образ будет навечно в дар часовни, как и мой образ хранит Араннического, до сих пор хранится в лавре. Примите мой дар. Александр Васильевич Прокофьев рассказал нам о том, как он только начинал работать над образами для незрячих людей. Вот он. Это один из первых. Тоже, видите, Богоматерь. Сколько нужно было слоев уйти, чтобы добиться вот этого. Это Макошь. Это в Мордовии образ матери. Мордовии. Вот это Макошь. Вот у них. Это как святая, святая, как Богородица. У них вот называется Макошь. Это вот все дерево. Вот это строение. Везде волокна. Вот они водят. И они ощущают. Также и вот это береза. Это я был в мастерской где-то. Вот в 85-м году. Почти 30 лет. Вот оно в дереве. Было уже изображение вот это вот. Березе. Храм. Даже молящиеся люди вот там оказались. Видимо, сам Господь помогает мастеру в его ремесле. Человек мой знакомый. Он там в Подгорах был. На этой монастыре. Где вот это. Ну, замечательное место. И он мне принес, подарил вот эти инструменты. Это, говорит, мастер был там в Подгорах. И он, говорит, отдай, говорит, этому человеку, который связан с дерева. Каким образом он мне это отдал? Вот видите, здесь скальпель. Это ручки все. Вот этими в основном двумя инструментами я работаю. Иногда вот мне какую-то работу я вот доделываю. Ее. Что-то какое-то затруднение у меня. Потом, смотри, какой-то луч в солнце попадает. Отсвечивает там. И попадает точно на резец. И на резце это, значит, вот он мне помогает. Кто-то помогает. Кто-то двигает. За заслуги перед Православной Церковью Александр Васильевич награжден почетным серебряным знаком святителя Алексея Митрополита Московского. Немало у него светских наград. Но не дипломы делают художника счастливым. А то, что в разных уголках России и мира его работы помогают людям. А самое главное, они частицу души моей имеют. Вот этот огонек, который будет светить всю жизнь. Всю жизнь, вот этот кусочек моего сердца. Поэтому мое обращение к моим зрителям, к людям, к молодому поколению будет одно. Поэтому спешите творить добро. Сейчас художник заканчивает икону Георгия Победоносца. В скором будущем он планирует преподнести ее в подарок Московскому отделению общества слепых. Работа трудоемкая. Чтобы создать рельефное изображение, которое смогут ощутить незрячие люди, приходится многократно повторять движение инструментом. Обычно смотрю увеличительное стекло. И вот эти граны все довожу в дуба. Методы проекта «Исцеление красотой» рекомендованы к использованию в здравоохранении. Подтверждена целительная сила Прокофьевских работ и статья Российского научного журнала «Современные инновации». Самарским отделением Всероссийского общества слепых Александр Васильевич дружит уже много лет. А осенью 2015 года в храме в честь всех святых по благословению Владыки Сергия состоялось торжественное богослужение в честь открытия здесь молебного места для незрячих прихожан. Песня «Исцеление красотой» Александр Васильевич передал храму несколько икон для этого уголка. В начале декабря в ДК «Железнодорожников» прошел вечер, посвященный 50-летию творческой деятельности Прокофьева. Как всегда, мастер не оставил без внимания детей и молодежь. На праздник были приглашены кадеты, к которым Александр Васильевич обратился с рассказом о секретах своего мастерства. В честь праздничной даты художник передал еще одну икону для незрячих – святителя Николая Чудотворца. Эта работа моя, которая была создана 6 лет назад, она освящена, просла реставрацию, и вот наш земляк генерал Давыдкин, который в Большой Черниговке построил три храма, выступил с анастасивой. Эту икону подарить обществу слепых и в храм. В Самарской области около 4 тысяч людей, которые либо совсем не видят, либо видят очень слабо, очень плохо. И, безусловно, вот этот вот тезис увидит через прикосновение, он нам очень близок. И я присутствовал на открытии вот этой галереи икон, которая открывалась в храме всех святых. Это действительно очень волнительное событие, когда... И оно особо значимо в наши сегодняшние дни, когда у нас люди все больше и больше поворачиваемся к ценностям православия, все больше и больше мы именно вот душой обретаем эти ценности. И в то же время мы все больше и больше стремимся к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не испытывали тех барьеров, которые они испытывают. Творчество — это только добрые дела. А кто-то сказал, что все, что спрятал, то пропало, а то, что отдал людям, то твое. Так вот, вы 50 лет отдаете людям. Вы дорогой человек, вы богатый человек, вы великий человек. Спасибо вам огромное за ваше творчество. И дай вам Бог долгих лет жизни и еще творить, творить и творить. Позвольте от имени областной организации Всероссийской области прикручить вам нашу почетную грамоту. Это уникальная грамота. Для гостей подготовили концерт. Парня, 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 парня. Тихо со всех сторон, но звучит душе российское «Парня, парня, 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 Много весен улыбалось нам, Если грустно вместе мы скучаем, Радость тоже делим пополам. Ничего, что ты пришел с вами, Что на лбу морщинка зарегла. Я тебя, родной мой, ожидала, Столько слов хороших сберегла. Негаси мою путь лопатой На темном земном пути Негаси мою суть святей. Негаси мою путь лопатой На темном земном пути Больше всего юбиляра растрогало выступление воспитанника школы-интерната для слабослышащих детей. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет лава, пусть всегда буду я. Накануне Дня памяти Николая Чудотворца в Храме Всех Святых состоялся молебен с участием слепых и слабовидящих инвалидов Самары. И принятая в дар икона святителя была передана в молебный уголок. Это действительно великий святой, от которого каждый человек слышит. Каждый человек, будь то верующий, либо неверующий, у него всегда в доме есть три иконы. Это Спаситель, Божья Матерь, а, конечно же, Святитель Николай Чудотворец. Который, мы верим, молится не только о тех, кто к нему вызывает, но и те, которые еще, наверное, до него не дошли. Отец Александр рассказал о храме, о воцерковлении. У всех к Богу приходят по-разному. Поэтому вот встреча, она всегда, когда человек сам делает шаги. Мы делаем встречу Богу одни шаги, Господь делает встречу нам десять шаги. Поэтому, да, если человек действительно решится, да, где-то не будет, не получается. Деткам и молитвы не получается изучить, и ванги не получается. Но если человек все равно будет на решимость, все равно будет стараться. Господь всегда помогает. Поэтому, в первую очередь, мы должны всегда обращаться к своим админам, родителям, всем святым, именам, которые мы звали в вас. Решено было проводить подобные встречи регулярно. Многие захотели в дальнейшем узнать больше о том, как правильно вести себя в Доме Божьем, как исповедаться и причаститься. И, конечно, в любое время каждый из незрячих прихожан сможет приложиться к уникальным иконам Самарского народного мастера, чтобы стать ближе к духовному прозрению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждое из произведений, созданных Прокофьевым, чудо, скопировать которое невозможно. Талант творить добро получают не в художественных академиях, а от самого Господа Бога. И еще. У сказок в театре деревянной скульптуры Прокофьева всегда счастливый конец. Вот и мы желаем, чтобы все проекты, исцеляющие красотой, имели благополучное продолжение. А на этом все. До свидания. И храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok